Послание к Галатам святого апостола Павла А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, садухом вашим, братья. Аминь. Господу спаспешиствующую и словоутверждающую начинаем наши слова словом о вере, а потом по порядку перейдем и к другим предметам. Во-первых, веровать подобает в Бога, яко есть, и взыскающим Его мздовоздаятель бывает. Вера будет стоять вовеки, и праведный от веры жив будет. Но воистину праведный от веры имеет веру действенную, веру плодотворную, веру немало не колеблющуюся, веру, светящую добрыми делами, да славится Отец всех. Кто совершен в вере, тот есть камень Храма Божия, уготованный в здании благоволением Бога Отца, возносимый на высоту рычагом Иисус Христовым, то есть крестом, посредством вереви Духа. Вера человека есть водитель, а любовь – путь, возводящий к Богу. Кто таков, то есть соединяет с верой любовь, тот бывает богоносцем, христо-носцем, храмом Божиим, украшенным всякими добротами через верность заповедям Иисус Христовым. Глава жизни, жизнью вере и любви. С такою ничто не может идти в сравнение. Но веру я разумею деятельную, ибо вера без дел мертва есть у себя. Дела же веры суть – любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, смиренно-мудрие, хваление о Господе, уверенность в Боге, распятие плоти, почитие от всех дел, как почил от своих Бог, взятие креста своего и следование за Христом, жизнь Духом, улучение Духа. Таковы дела веры. Такая вера вменится в правду. С верой, текущей путем заповедей здесь долу, восхищает Вышний Иерусалим. Если, возымев веру, пребываем в вере и стоим в ней твердо, то воистину обитаем в Господе. Господь говорит через пророка, «Очи мои, на верной земли посаждать я со мною, подобно сему и Еремия, Господи, очи твои зрят на веру». Святой же Петр говорит, «Подадите в вере вашей, добродетель, любовь». В другом месте, наздавши себя на основании веры, трезвитеся, бодрствуйте. За несупостат ваш дьявол, яколь лев рыкая ходит, из кий кого поглотите, ему же противитесь твердой верою. Так же и святой Павел, в нем же веровавши, знаменностися духом обетования святым. И опять, над всеми же восприимши щит веры, в нем же, возможности, вся стрела лукавого, а разженные угасите. В другом месте есть вера упываемых извещений. Все есть свидетельствованы бывшие древние, по вере умрошися и вси. И еще, правда Божия, веру Иисус Христовую во всех и на всех верующих. Так же, до обетования духа приимем верою. В другом опять месте, говорит он, верово Авраам Богове и вменися ему в правду. Не делающему, верующему же во оправдающего нечестиво, вменяется вера его в правду. И наводит, сего ради от веры, да по благодати, во ежебыти известную обетованию всему семени, не точию сущему от закона, но и сущему от веры Авраамовы. Не писано же быть за того единого точию, яко вменися ему, но и за ны, им же хочет вменитися, верующим в Господа нашего Иисуса Христа. Он же пишет к Тимофею, держися правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа. И в другом еще месте, говорит, без веры невозможно угодить Богу. Пишет и святой Иоанн, сияясь заповедь Его, доверуем во имя Сына Его Иисуса Христа. И да верующие, живут вечные имамы. Господь же наш, Иисус Христос, истинный Бог наш, говорит, «Веруя в мя, реки от чрева Его истекут воды живы, сия же рече о дусе, его же хотях у примати, верующие во имя Его». И опять, «Кто оба есть верный раб и мудрый? Еще, вера твоя спасетя, иди в мире». Марфе, говорит он, «Веруя в мя, ащи умрет, оживет». И ученикам, аминь глаголю вам, «Веруя в мя, дела я же астворю, и той сотворит, и больше сих сотворит». Опять, «Веруя в мя, имать живот вечный». И еще, «Веруйте в Бога, и в мя веруйте». Довольно, думаю, предложили мы свидетельств из Божественных Писаний о вере. Веру же, разумею, в Отца и Сына и Святаго Духа, в единосущную и животворящую Троицу, в которую и веруем. Необходимо теперь и об этом привезть из речения и свидетельства Божественного Писания для просвещения читающих. В богословских рассуждениях, как видим, всюду прославляется священное богоначалие и как единость и единица по причине простоты и единства вышеестественной беспредельности, и как Троица по причине трипостасности лиц присущного Божества. Все божественные имена богословы относят к единосущую присущной Троице, как-то Бог, Господь, Святый, Благий, Свет, Жизнь, Истина, Вседержитель, Всемогущий, Господь Саваоф, то есть Господь воинств небесных, и другие, приводимые богословами, как научиться можно от самого богоначалия, когда оно говорит само о себе. Так Спаситель говорит, что мне глаголишь и благо, никто же благ, только мы един Бог. Он же в лице домовладыки, к работавшим в винограднике, сказал, «Аще око твои лукавы есть, яко ас благ есмь». Пророк Давид поет, «Дух твой благий наставит меня на землю праву». Моисею сказано было, «Ас есмь сый». Святой Иоанн говорит, «Ежебе из первого, то есть слово животное». Еще, «Ас есмь альфа и омега», — глаголит Господь, «Сы и ижебе, и гряды Вседержитель». Господь имя Ему. Так же, «Дух истины и живот Отца исходит, то и свидетельствует о мне». Фоме сказал Господь, «Ас есмь истина и живот». И опять всем ученикам, «Свети их во истину Твою, слово Твоя истина есть». Еще, «Егда же приидет Утешитель, Его же аспу слю вам от Отца, Дух истины, и живот Отца исходит». Потом, «Егда же приидет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину, Он мя прославит, як от моего приимет и возвестит вам». Вся елика имать Отец моя суть, сего ради рех, як от моего приимет и возвестит вам. Опять, як уже Отец воскрешает мертво и живит, так и Сын их же хощет, живит. В других местах, говорит, Дух есть и живживляет. Господь, Дух есть, всяческая от Бога. «Всяческая тем ионем создашися, вся тем выше, послеши Духа Твоего и созиждутся, словом Господнем небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их». И, кратко сказать, само богоначальное слово рекло «Ас и Отец, единый Исма, и вся моя Твоя суть, и Твоя моя». Далее, все свойственное Отцу и Сыну, сам Сын Божий относит и к богоначальному Духу, то есть и величие Божества, и то, что Он есть общее и соединенно с Ними источная и неистащимая причина всего, когда говорит «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Из всего вышесказанного видно, что в Божестве иное соединенно, иное раздельно. И не следует ни того, что соединенно разделять, ни того, что раздельно сливать воедино. Соединенное принадлежит всему Божеству. Именно, что оно преблаго, пребожественно, присучно, прижизненно, премудро, что от Него всякое благо, добро, бытие, жизнь, мудрость и все разнообразие благолепных даров. Раздельное же есть присучное имя и титла или значение Отца и Сына и Святаго Духа с личными их свойствами, в коих не допускается никакое взаимоприменение или общение, перемена. Итак, получив такое ведение о Боге через веру, допознаем дарованную нам благодать, ради кои пострадал истинно сам Господь. Господь приял мира на главу Свою, чтобы даровать, как благоухание в церковь Свою, нет лени. Не намощается же никто зловонием неверия князя века сего, не уклонимся от пути правого, да сподобимся получить надежду благ вечных и жизнь, нескончаемую во Христе Иисусе Господе нашему, коему слава во веки веков. Аминь. Блаженный Феофилакт Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Матфея. Стихи 1, 2. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Смотри, как дьявол овладел всеми и склонил к убийству в такие дни, когда надлежало им совершать многие жертвы и приношения за грехи других и соблюдать себя в непорочности и чистоте. Аминь связывает и отводит Христа к правителю Пилату. Пилат происходит из Понта, но, как римский подданный, послан был правителем в Иудею. Предали же Пилату Господа, якобы человека мятежного и злоумышлявшего против царя. Стихи 3 и 5 Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаившись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Поздно думается Иуда, и хотя раскаивается, но не на добро. Сознаться в вине, конечно, есть дело доброе, но удавиться дьявольское. А он, по дьявольскому внушению, не терпя будущего бесславия, сам себя лишил жизни, тогда как не длежало ему плакать и умолять преданного, а не предавать себя бесам. Некоторые, впрочем, говорят, будто Иуда, как человек сребролюбивый, думал, что и денег он приобретет, продав Христа, и Христос не будет умершлен, но и избегнет Иудеев, как не раз избегал прежде. Но теперь, увидев, что его осудили и приговорили к смерти, раскаялся, потому что на деле вышло не так, как он предполагал. Почему и удавился, намереваясь будто бы предварить Иисуса в аде и тому молить его и получить спасение? Все же это было по научению вражью. Кроме того, да будет тебе известно, что хотя Иуда надел на шею петлю и повесился на каком-то дереве, но дерево наклонилось, и он остался жив, ибо Бог хотел сохранить его или для покаяния, или в притчу и поношение. И говорят, что он впал в водяную болезнь, и тело его так отекло, что там, где свободно проходила колесница, он не мог пройти, а впоследствии, упав в ниц, разорвался, или рассел из чрева его, как говорит Лука в деяниях. Стихи шестой и десятый. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбыло среченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли тридцать сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». В сокровищницу церковную клали приносимое в дар Богу. Смотри, как Бог обратил в ничто их дело, так что обнаруживается только кровожадность их. «До сего дня», — говорит евангелист, — «земля-то называется землей крови», так что всем понятно, что они убили Господа. Прими к сведению и то, что о странолюбии заботились и иудеи, так что купили и землю для погребения странников. Устыдимся же мы, которые почитаем себя людьми лучшей жизни, а странниками пренебрегаем. Ценою оцененного называет пророк цену Христа, который, хотя бесценен, однако был оценен сынами Израилевыми. То есть сыны Израилевы назначили цену его, условивши сдать за него Иуде тридцать сребреников. Стихи одиннадцатые-четырнадцатые Иисус же стал предправителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма дивился. Иисус отводится к Пилату, как обвиняемый в гражданском преступлении. Поэтому и спрашивает его Пилат, «Не думал ли он царствовать над иудеями?» Иисус отвечал ему, «Ты говоришь». Ответ самый премудрый. Ибо не сказал ни да, ни нет, а нечто среднее «Ты говоришь». Но это можно понимать и так, «Да, точно так, как ты говоришь». Итак, я не говорю этого, а говоришь ты. Иного ничего не отвечал, поскольку видел, что суд идет не по правде. Пилат дивился Господу, с одной стороны, потому что он презирал смерть, а с другой тому, что он, будучи столь мудр и красноречив, и имея возможность представить тысячу оправданий, не отвечал ничего и не обращал внимания на обвинителей. Научимся отсюда и мы не говорить ничего, когда будем находиться пред неправедным судом, чтобы не возбудить большего шума и не сделаться причиной большего осуждения для судей, не внимающих нашим оправданием. Стихи пятнадцатые и восемнадцатые. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Пилат старался освободить Христа, хотя старание его было и слабее надлежащего. По надлежащему он должен был сопротивляться им за истину. Сначала он спросил Господа, «Не слышишь ли, что они свидетельствуют против тебя?» и спросил для того, чтобы, если Христос оправдается, иметь случай освободить его. Когда же Господь не хотел оправдываться, зная вполне, что не будет отпущен, хотя бы и оправдался, тогда Пилат идет к цели другим путем, прибегает к означенному обычаю, как бы так говоря, «Если вы не отпускаете Иисуса как невинного, то хотя как осужденного даруете его празднику». Ибо как мог Пилат предположить, что они потребуют на распятие невинного Иисуса, а виновного разбойника отпустят? Итак, зная, что Христос невиновен, но терпит от зависти, он по этой причине спрашивает их и таким образом показывает себя человеком слабым, ибо он должен был даже пострадать за правду. Поэтому он и достоин осуждения, как человек, скрывший истину. «Варава» значит «сын отца», ибо «вар» значит «сын», а «ава» — «отец». Итак, иудеи спросили себе сына отца своего, дьявола, а Иисуса распяли. Они и до ныне прилепляются к сыну отца своего, Антихристу, а Христа отрекаются. Стихи 19, 26. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить «Вараву», а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое ж зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего». «Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Дивное дело, судимый Пилатом, устрашал его жену. Не сам Пилат видел сон, но жена его. Или потому, что сам он не стоил того, или потому, что самому ему не поверили бы, а подумали бы, что он говорит это по одному пристрастию к Иисусу. А может быть, он, как судья, и умолчал бы о сне, если и видел его. Сон этот был делом промышления Божии. Не для того, впрочем, чтобы вследствие его освобожден был Христос, но чтобы спаслась та жена. Вопрос. Почему же Пилат после сего не освободил Христа? Ответ. Потому что ему небезопасно было освободить его, как обвиняемого в похищении царской власти. Впрочем, он должен был потребовать показаний о том, не собирал ли Христос около себя воинов, не заготовлял ли оружие, не запасался ли золотом и серебром. А как Пилат вместо того оказался слаб и уклончив, по этой причине он и неизвинителен. Ибо когда просили у него отъявленного злодея, он отдал. А о Христе спрашивал, что сделаю Иисусу, делая таким образом самих иудеев начальниками суда. Так как он был правитель, то мог силою взять его из рук их, подобно как известный тысяченачальник взял Павла. «Да будет распят», — говорили иудеи в намерении не только убить его, но и приписать ему злодейскую вину, ибо крест был казнью злодеев. Пилат умывает руки в знак того, что он чист от ненависти. Мудрования, очевидно, ложны, потому что, хотя сам он называл Иисуса праведником, однако предал его убийцам. А те, возмездия за убиение и кровь его, принимают на себя и на чат своих. Это возмездие и постигло их вскоре, когда римляне истребляли их и детей их. Впрочем, и до ныне евреи, как чадо убивших Господа, носят на себе кровь его, ибо за неверием Господа преследуется от всех, и нет им никакого помилования. Пилат бил Иисуса, то есть бичом, или из угождения им, или в знак того, что и он осудил его, и что они теперь будут распинать уже не невинного человека, но опозоренного и осужденного. Так исполнилось и пророческое изречение «Плещи мои вдах на раны». Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. Стихи 27-30. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу. Исплетший венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Тут исполнилось слово Давидова, «Не предавай меня на поругание безумному» Псалом 38, стих 9. Ибо воины поступали с ним достойно себя, как люди прямо безумные. Они одели его, как царя, в хламиду вместо порфир, вместо скипетра дали ему трость, в венец терновы вместо царской диадемы, и в насмешку над ним кланились ему. Смотри, как все виды поношения привели в действие. Лицо опозорили заплеванием, голову венцом, руку тростью, все тело хламидою, уши хульными словами. Но хотя они и в поругании Христу делали все, что не делали, несмотря на то, ты разумеи так, что все это со стороны самого Иисуса совершаемо было знаменательно. Так багряная хламида означала обогренную кровью и убийственную природу нашу, которую он восприял и осветил, облегшись в нее. Терновый венец означал проистекшие из житейских попечений грехи, которые Христос потребляет своим божеством. Глава означает божество его. Трость есть образ нашей тленной и немощной плоти, которую восприял Господь. Как и Давид говорит, «Десница Господня высока» Псалом 117, стих 16. А тем, что принял хуление во уши свои, Господь избавил нас от змеево шептания, вошедшего через уши Евы. Стихи 31, 32. «И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу и одели его в одежды его и повели его на распятие, выходя, они встретили одного кериньянина по имени Симона, всего заставили нести крест его». Первые три евангелиста говорят, что Симон нес крест Иисусов, а Иоанн повествует, что его нес сам Господь. Поэтому надо бы признать, что было и то, и другое. Сначала сам Иисус нес крест свой, когда никто не хотел понести его, а потом на пути нашли Симона и на него возложили крест. «Ты же возьми во внимание еще вот что. Симон значит послушание. Итак, кто имеет послушание, тот несет крест Христов». Керинея, как город Пентапольский, означает пять чувств, долженствующих нести крест. Стихи 33, 37. «И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его, делили одежды его, бросая жребии, и сидя стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую «Вину его». «Сей есть Иисус, царь иудейский». Лобное место называлось так потому, как говорят по преданию отцы, что тут погребен был Адам. Это значит, что как в Адаме все мы умерли, так во Христе нам должно жить. Далее, не смущайся тем, что от евангелистов слышишь разное, что, по словам всего Матфея, поднесли Господу уксус с желчью, по сказанию Марка – вино со смирною, а по свидетельству Иоанна – уксус с желчью и есопом. Разными делаемо было разное, как обыкновенно бывает в беспорядочной толпе, где всякой делает свое. Поэтому надо бы надумать, что один принес вино, другой – уксус с желчью. Много родов смерти, но Христос умирает на кресте, чтобы и древо осветить, через которое мы подверглись проклятию, и благословить все, и небесное, означаемое верхней частью креста, и подземное, означаемое подножьем, и пределы земли, как восточной, так и западной, знаменуемые поперечными частями креста. А вместе и для того, чтобы распростерши руки, призвать и собрать расточенных чад Божьих. Воины делят одежды его, как человека бедного и ничего более не имеющего. Что другой евангелист называет титлом, то у Матфея называется виною, ибо враги в оправдании свое надписали над ним, за что распят. Именно, что он распят, как царь иудейский, то есть как похититель царства иудейского, и мятежник. Таким образом, слово «царь» надписали они для оклеветания, но, несмотря на то, свидетельство это верно, как свидетельство, представленное врагами. Господь действительно есть царь, который для того именно и пришел, чтобы спасти иудеев. Поскольку же плотские иудеи не восхотели иметь его царем над собою, то он соделывается царем духовных иудеев, то есть исповедующих, ибо иудей, значит, исповедующий. Стихи 38-44 Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий сын!» Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Для оболгания Христа распинают с ним двух разбойников, чтобы и он признан был за такого же беззаконника, как те. Но они были образом двух народов, иудейского и языческого, так как оба эти народа были равны беззаконны и вместе поносили Христа. Подобно как и разбойники, сначала оба поносили его, но потом один из них познал его и исповедал царем, почему и сказал, «Помяни меня, Господи, в царстве твоем!» Так и языческий народ исповедал Христа. Другой же разбойник, образ иудейского народа, продолжал хулить. Дьявол понуждал многих говорить, «Если ты, Сын Божий, сойди с креста, с той и целью, чтобы через это заставить его сойти с креста и чтобы разрушить дело всеобщего спасения крестом. Но Христос и есть Сын Божий и не внял врагу, чтобы и ты знал, что не должно слушаться ухищрений дьявола, но должно творить добро хотя бы люди и стали думать о тебе худо». Стихи сорок пятый, сорок девятый. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, лама, савахфани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили «Илью зовет он, и тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Бывшая тогда тьма произошла не по естественному порядку, как, например, бывает она вследствие естественного затмения Солнца. В четырнадцатый день Луны никогда не бывает затмения, а бывает затмения обыкновенно при рождении Луны. Но во время распятия Христа был четырнадцатый день Луны, потому что тогда совершалась Пасха. Следовательно, тьма была неестественная. Притом тьма эта была во всем мире, а не в одной стране, чтобы явно было, что тварь соболезнует страданию Творца, и что свет от иудеев отступил. Те же иудеи, которые требовали знамени с неба, пусть увидят теперь Солнце помраченное. Далее, поскольку человек создан был в шестой день, а вкусил от древа в шестой час, ибо это час едения, то Господь, воссоздавая человека и врачуя его падение, приглаждается к древу в шестой день и в шестой же час. Пророческое изречение Ильи-Ильи произносит на еврейском языке с той целью, чтобы показать, что он не противник ветхозаветного Писания. «А для чего ты меня оставил?» сказал во значении того, что он истинный человек, а не призрачный, ибо человек, будучи животолюбив, естественно хочет пожить. Поэтому, как в том случае, когда скорбел и тосковал, он показывал в себе естественно свойственную нам боязнь смерти, так теперь, когда говорит, «Для чего ты меня оставил?» обнаруживает в себе естественную любовь к жизни, ибо он был истинный человек и подобен нам во всем, кроме греха. Впрочем, некоторые понимали так, что Спаситель, принимая на себя лицо иудеев, выражает здесь следующее «По что ты, Отче, оставил народ иудейский, чтобы он впал в такой тяжкий грех и подвергся погибели?» Между тем, люди из простого народа, будучи невежественны и незнакомы с пророчествами, не поняли сего воззвания, а думали, что Христос зовет Илью, «Не все иудеи знали пророчества, подобно как ныне не все христиане знают Евангелие. А уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер, прежде нежели придет Илья спасти его. Почему некоторые и говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его?» То есть не ускоряй смерть его, узнаем, поможет ли ему Илья». Стихи 50-й, 53-й. И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим. Иисус взывает громким голосом, чтобы мы вразумели, что когда Он говорил, «Имею власть отдать жизнь мою», то говорил истину. Вот Он действительно со властью отдает душу свою. Какое же это было воззвание? Такое «Отче» в руце Твое «Предаю дух мой», потому что Он испустил дух не по принуждению, а добровольно. Как это показывает слово «предаю»? Этим словом означается так же, что Он опять примет душу свою, поскольку то, что дается на время, обыкновенно возвращается назад. Благодарение Господу, что со времени смерти Его и поручения Духа Его в руки Отца и души святых в следствии того предаются в руки Божьи, а не в темнице адовой, как прежде. Так что смерть Христова сделалась для нас освящением. Для этого-то и смерть призывается громким голосом, а иначе, если бы она не была призвана, она и не могла бы приступить. Церковная завеса была полотном, повешенным посреди храма и отделявшим внутренне от внешнего, как некоторая стена. И что она раздирается, через это Бог показал, что храм доселе недоступный для народа, и им невиденный, которого внутренность закрываема была завесою, будет в таком унижении и презрении, что всякий может входить в него и рассматривать его. Иные представляют на это и другие причины. Так говорят, что раздираемая завеса означала упразднение буквы законной, причем должно раскрыться все законное, что прежде закрывалось буквою, как некоторую завесою, а все прежде неясное и загадочное, должно объясниться теперь, исполнившись на Христе. Можно сказать и то, что как иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохульства, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Господа, разрывал одежду свою, то есть завесу. Можно было бы представить еще и другие объяснения, но довольные и представленных. Далее стихии тогда поколебались как во свидетельство того, что страждущий есть Творец, так и в знак того, что наступает изменение в делах, ибо в Писании землетрясение указывает обыкновенно на изменение в делах. Так совершалось тогда перенесение смотрения Божия от иудеев к язычникам. Тогда и камни, то есть каменные сердца язычников, расторглись, и приняли семя истины Слова Христова, и, умерщленные грехами, восстали и вошли во святый град, в Вышний Иерусалим, и явились многим ходящим широким путем, и соделались для них образом доброй жизни и обращения. Ибо когда кто видит, что известный человек сначала был умерщлен страстями, а потом обратился и вошел во святый небесный град, то ты сам обыкновенно подражает ему и обращается. Впрочем, такое толкование слишком уж изысканно. Ты же знай следующее. Воскресение мертвых, бывшее при крестной смерти Господа, давало знать об освобождении тех душ, которые находились в Ааде. Воскресшие тогда явились многим, чтобы сие происшествие не показалось мечтою, а воскресли они, собственно, ради знамени, и явно, что опять умерли. Впрочем, некоторые думают, что они воскресли по воскресении Христа и в другой раз уже не умирали, но я не знаю, должны ли это принимать. Стихи 54-56. Стихи 54-56. Стихи 54-56. Стихи 54-56. И те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, «Воистину он был Сын Божий!» Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии и мать сыновей Зеведеевых. Сотник, хотя был язычник, однако, увидев знамение, уверовал вместе с теми, кто был при нем. Напротив, иудеи, слушавшие законы пророков, остаются неверными. Вот каково злонечестие! Означенный сотник принял впоследствии даже мученическую смерть за Христа. Что касается дожжен, зрительниц происшествия, то этот осужденный и сострадательнейший пол наслаждается созерцанием благ прежде всех. И ученики разбегаются, а жены стояли, смотря на страждущего Господа. Марию, матерью Иаковой и Иосии Евангелист называет Богородицу, поскольку Иаков и Иосия были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женой Иосифа, то по праву называется и матерью, то есть мачехою детей его. Матерь сынов Зеведеевых называлась Соломею, о которой говорят, что и она была дочь Иосифа. Стихи 57-61 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Прежде Иосиф скрывался, а теперь дерзает на великое дело, решившись положить душу свою за тело учителя и вступить в борьбу со всеми иудеями, взяв тело Иисуса. Пилат дает ему тело, как великий дар, потому что тело Христа, которого умертвили, как мятежника, долженствовало быть брошенным без погребения. Впрочем, Иосиф, как человек богат и, может быть, и денег дал Пилату. Получив таким образом тело, он погребает его счастью, полагает в новом гробу, в котором никогда никто не был полагаем. И это было по особенному устроению Божию, чтобы по воскресению Господа не сказали, что вместо его воскрес другой мертвец, погребенный там прежде его. Вот почему был новый гроб. Между тем Мария Магдалина и другая Мария, то есть Богородица, высшая, названная матерью Якова и Иосии, и матерь сынов Зеведеевых, все три сидели на супротив гроба, выжидая минуты, когда утихнет ярость врагов, чтобы идти объять тело и помазать его миром. Стихи 62-66 На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну, и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых и будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им, имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Субботу не называет субботы, а говорит день, который следует за пятницу. Потому что, судя по злобе иудеев, это и не была суббота. Закон повелевал, чтобы в день субботы никто не двинулся с места своего. Между тем, беззаконные иудеи собираются к иноплеменнику Пилату вместо законного собрания. Но если они злобой были подвигнуты прийти к Пилату и просить охранять гроб, однако это было по Божию строению, чтобы воскресенье совершилось при засвидетельствовании сего врагами и тогда, как гроб был запечатан истерегом. Достойно исследования то, откуда иудеи знали, когда говорили, что воскреснет в третий день. Господь нигде не говорил об этом ясно и прямо. Поэтому надо бы надумать, что они узнали это из прообразования Ионы, ибо Христос говорил, как Иона был в очреве кита три дня, так и я в очреве земли. Или сих слов его, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Прежде они этого не поняли, а думали, что он так говорит о храме иудейском, и оставили ему это в вину, но теперь поняли, что он храмом называл свое тело, и уже опасаются, и называют его обманщиком, не оставляя своей злобы даже и после смерти его.